Этот участок дороги по улице Бейгуа под железнодорожным мостом хорошо известен сухумским автомобилистам. Последние 20 лет он состоял сплошь из рытвины Колдобин, которые периодически, подтапливаясь рекой Адзябш, превращались в глубокие лужи. Кроме того, дорога была слишком узкой, чтобы две машины могли разъехаться, и водителям приходилось долго ждать, пропуская встречное движение. Совсем недавно, благодаря инициативе частного предпринимателя Амирана Хаджимба, это место наконец преобразилось. Два месяца назад обратился к нам Амиран Хаджимба, частный предприниматель, с инициативой помочь ему, чтобы коммунальные службы встали рядом, и что он на себя берет остальные работы. В первую очередь он почистил эту реку, которая с правой стороны от нас проходит. Потом он начал асфальтировать проездную часть дороги. Подключился к этому Борис Осия, тоже частный предприниматель, и они совместно выложили бетон на этой дороге, и благодаря этим людям, вы видите, сегодня здесь прекрасная дорога. Вместе с Амираном Хаджимба и Борисом Осия активное участие в ремонте дороги принимало коммунальное управление столичной администрации. Его начальник Елена Отёпина сетует, что таких инициативных предпринимателей в наше время, к сожалению, очень мало. Намного меньше, чем проблем, которые администрация города пока не в силах решить самостоятельно. Эта дорога, она как бы необходима для города, потому что пользовались все, многие ею, и она очень разгружает город. Проехать, вы видели, всегда здесь были пробки, проехать было здесь невозможно. Внизу проходит у нас канализация, которая как бы была сломана, и она была закрыта под слоем бетона, коллокса. Поэтому проведена была здесь большая работа. Во-первых, расчищена дорога в её первоначальном виде. Вы видите, очертания появились с моста, да, то есть мы расчистили, убрали полностью этот нанос земли, грунта и всего, что здесь было. Поэтому дорога стала широкая, большая. Очищено было русло реки, очищено. Значит, мы очистили полностью заросли корней от зелёных насаждений, ремонт канализации, ремонт люков. То есть мы нашли люк, восстановили трубу, сделали водоотведение. По приблизительной оценке, затраты меценатов на ремонт данного участка дороги составили порядка двух миллионов рублей. Как сказал Борис Осия в телефонном разговоре, если каждый владелец магазина или киоска выйдет и уберёт мусор вокруг своего объекта, залатает яму в асфальте или хотя бы посадит цветы, насколько краше станет наш город. Для себя же делаем, не для врагов. Благодарность столичных автомобилистов лучше всего свидетельствует, что такой подход самый правильный. То стояли здесь в очереди с той стороны, с этой стороны ждали, потом пустая полоса, а сейчас нормально, прекрасно едешь, никому никто не мешает. На высшем уровне, дай бог, что всегда вот так ремонтируют дороги. Я очень часто её пользуюсь и мне кажется, что это вообще отлично, что её сделали в такой кратчайший срок. Я думаю, что если все наши бизнесмены будут делать точно такие же поступки, наш город станет гораздо лучше и красивее. Отремонтированный участок дороги помог значительно разгрузить улицу Дзидзария и город в целом. В данный момент в госавтоинспекции рассматривается запрос на установку светофора на пересечении улиц Дзидзария и Бейгуа. Глава столичной администрации Адгур Харазия рассказал о том, какие ещё работы запланированы на конец этого года. Мы заасфальтировали вокруг рынка улицу Вардания, улицу Ардзенба. И сейчас вот на днях, как только погода откроется, уже завезли битум, начнутся работы по улице Бума, будет заасфальтированная, по улице Булия будет заасфальтирована. Это до конца года. И одновременно мы начали работы в парке Новорайонском. Часть парка мы заасфальтируем с тем, чтобы у нас и женщины могли с детьми там прогуливаться, поставим скамейки, заасфальтируем дорогу, там парковую дорогу. Мы планируем Новый год, чтобы новорайонцы праздновали там у себя. Мы им хотим устроить настоящий праздник. А пока настоящий праздник наступил для тех, кому больше не приходится стоять в пробке под железнодорожным мостом на улице Бейгуа. Надежда Боровикова, Эдуард Таракелян, Абаза ТВ.